РОБЕРТ АРТУР ШУТНИК Перевод Александр Юрчук Идея принадлежала Брэдли, газетчику из Экспресс. Ночь в грязноватой комнатке полицейского управления тянулась долго, и собравшиеся на вахту репортеры в ожидании какого-либо происшествия коротали время за картами. «А что, если подшутить над старым Хендерсоном?» – предложил Брэдли, сбрасывая карту. Поп Хендерсон был ночным служителем в морге, находящимся в подвале здания. Это был медлительный старик возрастом за 70, а мозги у него шевелились еще медленнее, чем тело. Ему следовало уйти с муниципальной службы на пенсию еще несколько лет назад. Но его жена была инвалидом. Приходилось ее содержать, а на одну пенсию вдвоем вряд ли протянешь. Поскольку обязанности служителя не были обременительными, начальство смотрело на возраст Хендерсона сквозь пальцы. «А как именно?» – спросил высокий, тощий Фернес, ведущий колонку криминального репортажа в газете «Экспресс». Брэдли объяснил. «Мне это не нравится», – покачал головой Фернес. «Оставь старика в покое». Но Брэдли не так-то легко было урезонить. Он слыл за ядлым шутником, автором оригинальных розыгрышей. Шутка для него являлась самоцелью, объект же не представлял особого интереса. Он принялся уговаривать приятеля и, в конце концов, Фернес, не любивший препираться, сдался. Морган, покладистый парень из Кроникл, уже пропустивший пару стаканчиков, согласился сразу. Итак, они втроем цепочкой спустились вниз, в большой мрачный морг, где в крошечной конторе сидел в ожидании конца смены Поп Хендерсон. Из-за близорукости он не коротал время за чтением и не слушал радио, просто сидел и ждал конца смены. Вдоль одной из стен главного помещения располагались 20 ячеек, размером в поперечнике 18 на 24 дюйма, как раз чтобы вместить взрослого человека, не намеревающегося ворочаться. Но никто из их обитателей вовсе и не собирался этим заниматься. В ячейках поддерживалась достаточно низкая температура, а поскольку число несчастных случаев и неопознанных жертв в большом городе почти всегда было близким к норме, часть ячеек обычно была занята. Поп, позвал Брэдли, мы хотели бы взглянуть на номер 11. Есть информация, что это тот самый пропавший банкир из Нью-Йорка. Одиннадцатый. Хендерсон медленно поднялся и повел их вдоль ячеек. Щелкнув маленькой дверцей под номером 11, он выдвинул скользящий подон на полную длину. На нем покоилось покрытое простыней тело. Брэдли отогнул краешек и притворился, будто изучает лицо. Вроде бы он, кивнул репортер. Все приметы совпадают. Ты не принесешь нам формуляр на этого парня, Поп? Хорошо, мистер Брэдли. Ночной служитель побрел прочь. Брэдли подмигнул Фернесу, и тот последовал за Хендерсоном в конторку. Едва они исчезли из виду, Брэдли и бывший чуть навесели Морган занялись подготовкой розыгрыша. Фернес задержал служителя в конторе, изучая приемный бланк на номер 11, пока не пришел Морган. Не стоит беспокоиться, Поп, сказал тот, подавляясь в мешок. Кажется, мы ошиблись. Можешь уложить 11-го на место. Пойдем к Фернес, мы успеем сыграть кон другой в карты. Оба газетчика удалились за поворот и принялись ждать. Поп терпеливо и педантично вернул бумаги в соответствующие папке. Затем с медлительностью, присущий человеку, проведшему на этой работе полжизни, зашлепал назад, в главное помещение, где у открытой секции виднелась укрытая простынью фигура. Едва он приблизился к ней на дюжину ярда, в простыня зашевелилась. Из-под нее донесся театральный стон, затем укутанная фигура медленно поднялась, и ткань соскользнула с лица, в котором близорукий старец в тусклом свете морга, не смог распознать Брэдли. «Где я? Что вы со мной сделали?» Поп Хендерсон боязливо остановился и уставился на указующую на него обернутую простынью руку Брэдли. «Ты... Что ты со мной сделал? Ты пытался убить меня!» Все звучало грубо, как и большинство шуток Брэдли, но задача была лишь в том, чтобы подействовать на притупившийся с возрастом разум старика. С точки зрения Брэдли эффект был удовлетворительным. На миг Хендерсон точно прирос к полу, задыхаясь, будто от нехватки воздуха. Затем повернулся и шаркающий трусцой бросился к лестнице, так быстро, как не бегал уже лет двадцать. «Господь всемогущий, он жив!» – вопил старик. «Жив! Он ожил! Сержант Робертс, скорее сюда! Один из покойников ожил!» Задыхаясь, он прошаркал мимо Фернеса и Моргана вверх по лестнице к дежурному сержанту. Дэйв Брэдли, посмеиваясь, спрыгнул с поддона двенадцатой секции, забросил внутрь простыню и захлопнул дверцу. «Живо, ребята!» – пробулькал он, довязь от смеха. «Бегом по другой лестнице, пока не появился сержант!» Его настолько замучила язва, что он непременно отыграется на нас. Уже из комнаты для прессы они услышали, как служитель вместе с грузным сержантом направляется по коридору к лестнице. Хендерсон несвязно бормотал. «Он сел, Серж! Говорю вам, сел и уставился на меня и…» Оба исчезли за поворотом и голоса замерли. Брэдли откинулся на стуль и расхохотался. Морган стеснительно хихикнул и смолк. Фернес, уже поругивая себя за то, что согласился участвовать во всем этом, закурил и тут же погасил сигарету. Через три минуты жирный дежурный сержант появился в коридоре, подошел к репортерской и сердито уставился на них. «Поиграли в покойничка?» – проворчал он. «Забава в духе деток из городка чудес». И зная, насколько именно можно выражать недовольство прессы, он грузно зашагал к своему столу. «Видели его физиономию?» – выдавил Брэдли, корчась от смеха и, как обычно, восторгаясь собственной шуткой. «Покраснело, словно черей на горбу верблюда». «Да что с вами, ребята?» Брэдли запнулся, не дождавшись одобрения от приятели. «Вы что, не понимаете шуток?» «Я ухожу», – объявил Фернес и потянулся за шляпы. «Если позвонят из конторы, скажите, что я занят проверкой по материалу». И он вышел. «Хлюпик», – проворчал Брэдли. Морган уже трезвее пожал плечами. «Может, сама идея и не столь уж хороша», – заметил он. «Думаю, пойти пропустить стаканчик и катиться домой. Редакция наверняка уже дрыхнет». Он тоже ушел. А Брэдли скорчил гримасу, извлек сигару и, откусив кончик, выплюнул его на пол. «Ненавижу людей, не понимающих шутки», – проворчал он, раскуривая сигару. К двери шаркая подошел Поп Хендерсон и заглянул в репортерскую. «Вам не следовало делать этого, мистер Брэдли», – скорее утвердительно, чем укоризненно произнес служитель. «Мне было плохо, но я не обижаюсь. Хуже то, что вы впутали меня в неприятности с сержантом Робертсом». «Он и раньше часто жаловался на меня, а уж из-за этого случая рассердился как никогда. Едва мы спустились в морг и обнаружили, что все трупы на месте, он сказал, что я фантазер. А когда я рассказал про вас, он сразу понял, что это один из ваших розыгрышей». Хендерсон перевел дыхание, пристально, но беззлобно глядя на Брэдли. Тот с нарочитой неторопливостью занялся сигарой. «Сержант сказал, что если я еще раз попадусь на розыгрыш или совершу какой-то другой промах, он непременно обеспечит мне уход на пенсию. Мне, мол, давно пора отдыхать. Так что, пожалуйста, перестаньте шутить, мистер Брэдли». Он постоял еще минутку и шарко и ушел прочь. Репортер пожал плечами, выдохнул колечко дыма и потянулся к телефону. «Редакцию новостей экспресса. Брэдли. Здесь все спокойно. Пайпер уже ушел? Порядок. Я отправляюсь домой и прошу не искать меня до завтра». Он повесил трубку, выдохнул очередное колечко и ушел. Оказавшись на темной холодной улице, Брэдли заколебался. Настроение было испорчено, а и сейчас ему хотелось в большей степени, нежели спиртного или женщин, окунуться в атмосферу веселой, бесшабашной шутки. «Пожалуй, выпью», – решил он. Идти туда, где могли оказаться Морган или Фернес, ему не хотелось. Поэтому он отправился в маленький бар возле доков, куда не заглядывала репортерская братья. Помещение было маленьким и грязным, но спиртное подействовало согревающе. После третьей порции настроение поднялось, и Брэдли повеселел. Еще порция, и его охватила прежняя жажда розыгрыша. Он тут же принялся обдумывать очередную шутку. Что за вечер без доброго розыгрыша и разделенного с приятелями веселья? К черту Фернеса и Моргана, жалкие зануды. Газетчик огляделся. Шел третий час ночи, и бар почти опустел. Кроме него, лишь бармен и какой-то мелкий высушенный тип, упирающийся ботинком в латунные перила для ног и пьющий пиво. Похоже, бармен относился к людям, способным посмеяться. Ну а малышу ничего другого не останется. Уж слишком он тощий. Сдерживая улыбку, Брэдли нагнулся, словно завязывая шнурок, и проворно всунул спичку между подметкой и верхом ботинка пинчушки. Зажег ее, выпрямился, и заказал еще одну порцию. Когда бармен наливал виски, репортер подбегнул ему и кивнул в сторону коротышки-посетителя. Бармен, непонимающе, уставился на него. Брэдли улыбался, сдерживая смех. Вдруг человечек издал вопль и запрыгал на одной ноге, лихорадочно сбивая небольшое пламя на ботинке ладонью. Брэдли рассмеялся, поглядывая на бармена и ожидая одобрения. Коротышка опустил ногу и с рычанием повернулся к репортеру. — Сукин сын! — выдохнул он смачно и не совсем отчетливо. И размахнулся. Газетчик как раз поворачивал голову, и удар пришелся точно по губам, расплющивая их о зубы. Он зашатался, и, не успев ухватиться за стойку, всем телом рухнул навзничь, ударившись шеей о латунный перила. Он еще успел ощутить зловещий хруст в основании черепа, и тут же все погрузилось во тьму. — Най слезняк! — человечек злобно посмотрел на лежащего. — Поймать меня на велосипед! — Меня, Кида Уилкинса! Бармен в перевалку обогнул стойку, вытирая руки о передник. — Ты слишком сильно ударил его, Кид. Пробормотал он, наклонившись. Уж очень он неподвижен. — Обычный хук левый, — проворчал коротышка. — Расшатал пару зубов, вот и все. В следующий раз прикинет раз-другой, прежде чем затевать дурацкие шутки. — И голова у него уж очень странно повернута, — обеспокоенно заметил Бармен. — Тебе не кажется, что... Не договорив, он присел на корточке. Руки его нащупали пульс репортера, потом нырнули под рубашку. С побелевшим как мело лицом он выпрямился. — Он мертв, — хрипло произнес Бармен. — Как мороженая рыба. — Мертв? Высушенный человечек быстро провел тыльной стороной ладони по губам. — Майк, это несчастный случай. Я же ударил его вовсе не сильно. Понимаешь, это несчастный случай. — Само собой, Кид, несчастный случай. Бармен живо подошел к двери, запер ее, опустил козырек с надписью «Закрыто» и выключил наружный свет. Затем вернулся к телу. — Плохо дело, Кид. — Барматаллон, обшаривая карманы Брэдли. — У меня и так хватает неприятностей с легавами, а тут еще это. Да и у тебя пара сроков за разбойные нападения. — Знаю без тебя. — Огрызнулся Кид. — Норов у меня горячий, да и кулаками работать умею. Поэтому и попадаю в беду. Что же нам делать? Бармен изучал содержимое бумажника, извлеченного из кармана Дэйва Брэдли. — Кид. — Позвал он полушепотом. — Дело, пожалуй, еще хуже, чем я думал. — Этот слезняк, репортер из Экспресса, это почти то же самое, что легавый. — Репортер, — с горечью бросил Уилкинс. — Который делает мне велосипед, и мне приходится ударить его. Которого я вынужден ударить, и который ломает свою поганую шею. — Почему? Скажи мне, почему? — Брось-ка свои вопросы. У меня есть идея. Нужно убрать его отсюда. Унесем тело подальше, в доке. Пусть это выглядит, будто на него напали, или же он неудачно упал после выпивки. — Отлично, Майк, — просветлел коротышка. — В шесть утра мой пароход уходит. В этот порт я уже не вернусь. А если кто-то проследил его до бара, скажешь, что парень нализался перед закрытием. А больше и знать ничего не знаешь. Заметано. Идем. Но сначала возьмем это барахло, чтобы они не смогли опознать его. Это помешает расследованию. Потом отнесем его переулком в доке. Он быстро обшарил карманы Брэдли и рассовал содержимое по своим. Затем выключил все освещение и открыл дверь, выходящую в темный узкий переулок. Через минуту оба, поддерживая репортера с двух сторон, словно беспомощного пьяницу, вышли в темноту и закрыли за собой дверь. Брэдли пришел в себя внезапно. Сознание возвратилось лишь настолько, чтобы понять, что он жив. Репортер попытался шевельнуться, но тело было чужим и мускулы не повиновались. Не было ни боли, ни вообще каких-либо ощущений. Он даже не знал положение собственного тела, хотя предполагал, что лежит на спине. Моя шея тускло промелькнула в мозгу. Я ударился при падении. Тем самым позвонком, что был смещен еще в школе во время игры в футбол. Он снова сместился. Но на этот раз я ушиб его еще сильнее. Я помню, он хрустнул при падении. Вдруг Брэдли различил слабый далекий голос. Но вот и порядок. Клиент ваш. Его обнаружили возле доков. Судя по лицу, его избили. Когда практикант добрался до него, он уже похолодел. Ночь не из тех, когда можно валяться долго. Помощник патолога-анатома не смог обнаружить ни пульса, ни биения сердца, поэтому я отослал его к вам. Труп неопознан. Уложите его в постель, да поудобнее. Вскрытие сделают завтра. Голос замер. Брэдли почувствовал, как его поднимают и несут. В шейном позвонке щелкнуло, и он вдруг смог открыть глаза. Должно быть, ослабло давление на какой-то важный нерв. Окружающая обстановка была настолько знакома, что даже в полубесчувственном состоянии он смог узнать помещение. «Поп», – шепнул он. «Поп Хендерсон». Старик, не обращая внимания, распрямил ему руки и ноги. Брэдли повторил попытку. «Поп», – на этот раз чуть громче. «Я жив!» Сутулый служитель нахмурясь обернулся. Брэдли с немыслимым усилием продолжил. «Поп!» – голос походил на кваканье. «Это я, Дэйв Брэдли, я жив! Скорее позови врача!» Казалось, Хендерсон испугался. Он наклонился и пристально вгляделся. «Мистер Брэдли», – произнес он ошарашенно. «Я бы лавас и не узнал, уж очень лицо распухло. Да и никто бы не узнал на моем месте». «Это неважно». Каждое слово давалось Брэдли тяжело, как никогда в жизни. «Я жив. Вытащи меня отсюда. Приведи врача». Хендерсон обеспокоенно колебался, явно не зная, что делать. Потом поднял простыню и развернул ее. «Мистер Брэдли, я вам говорил, больше никаких шуток. Одной за ночь вполне достаточно». Он аккуратно укрыл простыню и распростертое тело. «Сержант Робертс не потерпит, если я еще раз сваляю дурака». Жестко заключил он. «Нет, мистер Брэдли, дважды за ночь это слишком». Хендерсон неторопливо задвинул скользящий подон в ячейку, закрыл дверцу с номером 12 и повернул ручку за щелку. Потом побрел свою контору и уселся на стул, терпеливо дожидаясь конца смены.